Застольные смешные конкурсы для маленькой веселой компании и взрослых. Сначала придумайте игры, для которых необходим трезвый ум. Дело в том, что после третьей рюмки лучше выбирать подвижные конкурсы, это позволит гостям дольше оставаться трезвыми. Конкурсы. Вопрос-ответ. Это популярный конкурс. Необходимо взять две банки и положить туда свертки с вопросами. В другую банку вложите куски бумаги с ответами. Попросите одного игрока вытащить сверток с одной банки, а другого с другой. Придумайте смешные вопросы и ответы. Разознайка. Конкурс позволяет игрокам узнать друг друга. Попросите каждого придумать о себе два правдивых и одно ложное утверждение. Пусть компания разгадывает, что правда, а что выдумка. Зоопарк. Пусть участник придумает животное, а остальные разгадывают, что это за зверь. Можно отвечать на вопросы только да или нет. Застольные веселые игры для маленькой веселой компании и взрослых. Если вы хорошо знакомы со всеми гостями, то можно выбрать открытые игры на непристойную или сексуальную тематику. Подобные игры идеальны для молодежи, среди которой много свободных людей, не обремененных семьей. Игры. Секс-шоп. Необходимо, чтобы участник загадал любой товар из секс-шопа. Остальные должны при помощи наводящих вопросов узнать, что загадал гость. Отвечать можно только да и нет. Крокодил. Необходимо дать одному из участников прищепку, чтобы он ее незаметно прицепил к другому гостю. После этого дается знак ведущему и то просит гостей за 10 секунд отыскать на себе прищепку. Кто справился, тот молодец. Кто не успел, пьет штрафную рюмку. Звезда. Необходимо на листках написать какого-то актера или певца. Прикрепите на лбу участника этот лист, чтобы все видели. Теперь гости должны давать подсказки. Участник должен угадать, какого героя ему загадали. Шуточные задания для гостей за столом. Если вы хорошо знакомы, придумайте шуточные задания друг для друга. Это повысит настроение и поможет сблизиться гостям. Шуточные задания. Вещички. Разбейте гостей на две команды. Возьмите список и прочтите его. Выберите привычные вещи, которые могут быть на гостях или у них в карманах. У какой команды окажется больше вещей, тот и победил. Схожесть. Необходимо две банки. В одну сложите смешные вопросы. Например, утром я похож на... В другой банке ответы, такие как тюлень, ежик, автобус. Смешилка. Шуточный конкурс, который развеселит приглашенных. Необходимо в коробку сложить смешные сувениры и передавать по кругу гостям, включив мелодию. На ком закончится музыка, тот, не подсматривая, вытаскивает сувениры и надевает его. Приколы для взрослых. Для маленькой и веселой компании взрослых. Чтобы повысить настроение компании и сделать атмосферу теплой и свободной, придумайте веселые прикольные конкурсы. Приколы. Банан. Поставьте два табурета и положите на них банан. Двум участникам свяжите руки за спиной и попросите очистить банан и съесть мякоть. Кто первый справился, тот и победитель. Кольцо. Прикольный конкурс для молодежи. Необходимо каждому выдать зубочистки и повесить на кончик колечка. Задача передать кольцо соседу и повесить на зубочистку. У кого кольцо упадет, тот и проиграл. Газета. Веселый и прикольный конкурс для несемейных. Приглашается пара и включается музыка. Они должны танцевать и не выходить за край газеты. После остановки музыки газета сворачивается в два раза. Викторина для маленькой, небольшой веселой компании и взрослых. Интересные викторины для маленькой компании можно посмотреть в видео. Вы сможете выбрать наиболее подходящие для вас. Застольная игра с записками за столом. Подобные игры подходят для людей, которые немного выпили и еще хорошо соображают. Необходимо, чтобы люди могли нормально читать и в глазах ничего не расплывалось. Игра с записками. Угадай-ка. Необходимо написать желание и положить его в банку. Все гости наполнят банку с записками. Необходимо, чтобы ведущий достал сверток и прочел желание. Гости должны угадать, чье это желание. Фильм. Необходимо написать на свертках название фильмов. Каждый участник вытаскивает по свертку и должен написать происходящие фильмы. По описанию гости должны угадать киноленту. Песня. В небольшую емкость нужно сложить свертки с названиями песен. Задача участника – промычать песню, засунув в рот орехи или карамельки. Кто отгадает песню, тот и победитель. Игра-ромашка на день рождения взрослых. Веселая и подвижная игра, которая позволит гостям не скучать и долго оставаться в форме. Инструкция. Вырежьте из картона кружок и приклейте к нему лепестки. На каждом лепестке напишите смешное задание. Каждый участник отрывает лепесток и выполняет то, что написано. Это может быть порхающая бабочка или мартовский кот. Гости должны отгадать, какое задание описано на лепестке. Ромашки застольные конкурсы для пожилых пенсионеров на юбилей. Люди в возрасте не могут похвастаться хорошим здоровьем. Поэтому необходимо подбирать конкурсы, которые не требуют хорошей физической подготовки. Викторины для пенсионеров. Угадаю мелодию. Классическая игра. Желательно, чтобы ведущий или кто-то из участников умел играть на музыкальном инструменте. Коллектив должен угадать мелодию. Лото. Пенсионерам лучше предложить не очень подвижные игры, которые помогут вспомнить молодость и немного ностальгировать. Для этого приобретите игральные кости. И какая цифра выпадет про этот год и нужно рассказывать. Например, тема «80-е». Если выпадает два, то нужно говорить о событиях, которые запомнились в 1982 году. Танцы. Можно предложить пенсионерам потанцевать под музыку их молодости. Предварительно подготовьтесь и найдите песни молодости приглашенных. Застольные конкурсы и игры для семейного застолья. Если среди гостей есть дети и взрослые, то конкурсы должны быть универсальными и поднимать настроение, как молодежи, так и старшему поколению. Конкурсы для семьи. Вилки. Завяжите участнику глаза и вложите в каждую руку по вилке. Положите перед участником предмет и попросите при помощи вилки распознать, что это танцы. Необходимо в центре комнаты поставить стулья и попросить сесть участников. Включается музыка и под нее нужно танцевать, не вставая со стула. Ведущий при этом руководит, какой частью тела нужно двигать. Секрет. Понадобится какая-то мелкая вещица, сувенир. Он обматывается в несколько слоев фольги. На каждый слой крепится скотч с загадкой. Чем ближе к подарку, тем сложнее должны быть загадки. Застольные конкурсы и игры для женской компании. В женской компании конкурсы могут быть на тему семьи, красоты и ухажеров. Стоит подготовить подарки, это могут быть приятные мелочи для кухни. Конкурсы женские, лотерея. Возьмите лист и расчертите его на несколько квадратов. В каждый впишите число от 1 до 10 подарок. Каждая из участниц должна произнести число и получить соответствующий подарок. Красота. Завяжите участницам глаза и вручите карандаши и губные помады. Участницы должны без зеркала накрасить губы. Кто наиболее точно выполнит задание, то и получит приз. Модница. Положите в мешок вещи разного размера. Одежда и аксессуары должны быть нестандартными. Участницы должны доставать из мешка одежду и надевать на себя. Застольные конкурсы и игры для компании коллег. Такие игры созданы для того, чтобы улучшить отношения между коллегами и сблизить их. Это могут быть конкурсы и игры с прикосновениями и интересными фактами о сотрудниках. Это позволит узнать много интересного друг о друге. Конкурсы для коллег можно просмотреть в видео. Застольные конкурсы и игры нетрезвой компании. Такие конкурсы и игры должны развеселить компанию и позволить уснуть. Соответственно лучше всего выбирать конкурсы подвижные. Это могут быть танцы или что-то вроде этого. Конкурсы для нетрезвой компании. Фантики. У всех присутствующих на торжестве берется по одной вещи. Помещаются они в специально приготовленный заранее мешочек. У любого из неучаствующих в конкурсе ведущий может спросить, что должен сделать этот фант. После получения ответа ведущий показывает, какому фанту досталось данное задание. Фант его выполняет. Боксерский матч. Для участия в ней нужно найти двух добровольцев, которые не прочь показать свою силу. Ведущий каждому выдает боксерские перчатки и предлагает немного поразмяться, например, сделать приседания или отжаться от пола. Все остальные участники должны создать атмосферу напряжения перед боем. Через несколько минуток ведущий объявляет начало состязания. Участники занимают стойку. В это самое время ведущий дает каждому из игроков по шоколадной конфетке. Задача игроков – развернуть их. Побеждает тот участник, который справится с этой задачей быстрее другого. Его награждает призом. Веселая дорожка. Перед началом игры нужно организовать две команды. Одна команда из мужчин, другая из женщин. Суть игры в том, чтобы каждая команда сделала длинную веревку из своих же вещей. Эти вещи они должны выложить в линию. Побеждает команда, сделавшая веревку длиннее, чем у другой команды. Лучше всего проводить конкурс среди молодежи. Это поможет сблизиться и найти себе пару. Новогодние застольные конкурсы игры. Подобные конкурсы игры должны быть связаны с новогодней тематикой. Это могут быть конкурсы про елку, снег и новогодние игрушки. Конкурсы в Новому году. Снежок. Заранее приготовьте листы с нарисованным изображением Деда Мороза. Участникам завязывают глаза и вручают вату и клей. Игрок должен с завязанными глазами приклеить дедушке бороду, используя вату. Полночь. Для игры понадобятся стулья и часы. Они будут имитировать бой-курант. По кругу устанавливаются стулья и включается музыка. Под бой-курант все участники должны сесть на подготовленные места. Кому не досталось стульчика, тот и выбывает. Угощение. В тарелку кладется мороженое. Два участника рассаживаются друг напротив друга. Одному вручаются пластиковые ложки. Он должен накормить второго участника мороженым, не используя при этом руки. То есть, ложку нужно держать в зубах. Свадебные застольные конкурсы и игры. Свадьба. Веселые мероприятия для жениха, невесты и всех приглашенных. Обычно конкурсы связаны с будущей жизнью молодоженов. Это могут быть конкурсы про детей, свекровь, тещу и совместную жизнь. Варианты конкурсов можно посмотреть в видео. Видео конкурса на свадьбу. Как видите, конкурсы – незаменимая часть для хорошего и веселого времяпрепровождения в компании. Не поленитесь и заранее подготовьтесь.